Смотрите, западная пресса пишет об унынии Мюнхена, западная пресса пишет о том, что политико, что главная цель США, чтобы ВСУ не развалилась. В общем, такой достаточно очень тяжелый какой-то груз атмосферы западных публикаций. И тут мы видим вот такая яркая вспышка на границе с Украиной. Если это сигналы запада, если сигналы западных элит, то о чем, зачем и чего хотят? Ну так вот, давайте мы попробуем разобраться. Ну то есть западная элита, она не монолитна. Но она нигде не монолитна. Она в Украине не монолитна. Есть интересы разных групп. И они сталкиваются, по-разному сталкиваются, что мы увидели 10 лет назад, что мы видим сейчас. Кто-то оказывается в тюрьме, кто-то оказывается в изгнании в какой-нибудь нице и так далее, и так далее. И многое, что меняется, кроме постоянства. Как сказал Медведев, коррупция – это основа нашей государственности. Когда я выступал, обращался первый раз к российскому парламенту. И что-то мне кажется, что в чем-в чем, а в этом наши народы очень даже похожи. И не только украинские и российские, но и прибалтийские, и польские, и многое какие. То давайте посмотрим, что же происходит на Западе. На Западе, на фоне войны, на фоне российско-украинской войны мы видим интересы западных промышленных элит. Ну то есть есть очень понятное то, о чем в открытую говорят американские политики. Никакой конспирологии. Мы просто процитируем Блинкена. 90% американской помощи идет в АПК Америки. Американской помощи Украине идет в АПК Америки и осваивается тут, в Америке. То есть это то, что сказал госсекретарь. Блинкен, обращаясь к сенаторам. Теперь, что мы видим в Западной Европе? Мы видим в Евросоюзе какую тенденцию. Американцы давят на Евросоюз с целью заставить европейские страны закупать оружие и передавать его Украине. Но закупать его где? Закупать его опять же у американских компаний. При этом мы видим, по-моему, в конце прошлой недели было решение Евросоюз, Еврокомиссии, Евросовета, на котором должны были решить, как расходовать европейскую помощь. И было предложение разрешить расходовать европейскую помощь на закупке за пределами Евросоюза. Но Франция вместе со своими союзниками, я бы даже сказал, сателлитами Греции и Кипра, заблокировала это решение. Почему? Потому что у Франции есть свой ВПК. У Франции, наверное, в Европе это единственная страна, где остался большой ВПК. Ну как единственный? Ну, ВПК есть много где. ВПК есть в Польше, есть в Словакии, есть в Чехии. Но французский, он самый большой. И французская промышленная элита, и ее ставленник в определенной степени Макрон, они заинтересованы в том, чтобы защищать свои интересы. Заинтересованы в том, чтобы если уже мы тратимся на помощь, так тратимся внутри Евросоюза, то есть оставляем эти деньги себе, а не отдаем их американцам. И я думаю, что главная проблема, она где-то тут. То есть проблема внутри западной борьбы над тем, как расходовать эти деньги. А там, опять-таки, мне не совсем понятно, это уныние на Западе, уныние, потому что потеряли Авдеев. Извините меня, 9 месяцев назад потеряли Бахмут. Это как-то повлияло на ход войны. Это как-то изменило войну. Ну, в определенной степени, да, изменило. Это было, это в том числе, это спровоцировало мятеж Пригожина. Жаль, до конца не доведенный, до логического конца. Больше какой-то существенный, ну, это, наверное, звучит кончунственно, но десятки тысяч жизней солдат, промерных жителей, мы не знаем и вообще помолчим, стоила битва, которая никак не повлияла на военные успехи или неуспехи в этой войне. И я думаю, что Авдеевка — это то же самое. Вообще, мне кажется, что за два года войны у нас было четыре важных военных события. Это артиллерийская засада в Буче, когда остановили российское наступление на Киев. Это отступление от Киева российских войск. Отступление от Харькова. Это взятие Мариуполя, даже не Мариуполя, а Мелитополя и сухопутный коридор из Крыма на Донбасс. И это отступление с Херсона. И отступление с Херсона, россиян, оно в сто раз важнее, чем потеря Авдеевки. Потому что Херсон — это плацдарм на правом берегу Днепра, это плацдарм на наступление на Николаев и Одессу. Россияне его потеряли, и это в значительной степени обезопасило порты Большой Одессы. Да, Александр, но смотрите, тут какая же идет сейчас диспозиция. Понятно, что как итог Авдеевки воспринимается сейчас попытка идти на Работино. И вовсю уже говорят о том, что вполне вероятна угроза на Запорожье. А там вот после Авдеевки вроде как по карте по-разному. Кто-то говорит, что пойдут на Углидар, а кто-то говорит, что дальше движение будет на Славянск и Краматорск. Но и Покровск, который как бы недалеко от границы с Днепропетровской областью, в общем, как-то все идет туда, в сторону Запорожья и Днепра. Ну, по картам, по крайней мере, и по планам российским. Что вы думаете по поводу значения Авдеевки и того, что произошло? Я еще раз скажу. Я думаю, что Авдеевка, как бы оно кощунственно не звучало, по отношению к десяткам тысяч погибших и, ну, вообще, солдатам, причем с обоих сторон, которые сложили там голову, она не имеет никакого стратегического значения. Если Россия действительно решит делать какой-то решительный удар, то это будет удар намного севернее, на Киев. В обход Харькова, на Киев. И это мы уже видели. И я не уверен, что за два года были сделаны правильные решения. Первый день войны, наступление на Киев дало 100 километров. Наступление на Авдеевку и Бахмут, или там, что было перед этим, дало 100 метров. Вот вам ответ это самое. И война будет выиграна русскими, если будет потерян Киев. Ну, других и... Ну, опять-таки, выиграно, проиграно. Мы много раз про это говорили. Украина находится в затянувшемся 1939 году. Даже если Украину полностью оккупируют, и Украина не останется, это не будет значить победу. Ну, то есть, ну, вот Гитлер. 21 сентября, насколько я... 27 сентября Польша окончательно капитулировала. 27 сентября 1939 года. Гитлер победил. Ну, победил, правильно, победил. Это ему помогло выиграть Вторую мировую войну. И всё. Ну, то есть, мы находимся в этой ситуации. Насколько... Ну, опять-таки, Блинкен тут в Мюнхене позавчера заявил, страны либо сидят за столом, а если они не сидят за столом, значит, они в меню. Так вот, тут самый важный вопрос понять, сидим ли мы за столом, или мы находимся в меню. Допустим, во время Второй мировой войны Польша единственная из стран Восточной и Центральной Европы, за кого очень конкретно боролась Великобритания, за чьи интересы. Но, опять-таки, эти интересы, они очень сильно различались с интересами и польской элиты, и, наверное, так, как себе думал простой польский обыватель. Ну, то есть, и спровоцированная... Ну, то есть, да, Польша получила компенсацию за потерянные восточные земли на Западе, да, Польша сохранила независимость, Польша потеряла 25% населения. Самое большое из всех других стран Восточной Европы. И Польша, опять-таки, я, по-моему, у вас это уже говорил, писал у себя в Телеграм-канале, еще раз повторю, когда Польша была оккупирована на территории Великобритании, ну, подконтрольных Великобритании территориях, была создана польская армия, была создана польская армия, то есть, это армия Андерсона на севере Африки, и это морские и воздушные силы Польши, независимо... Ну, свободной Польши, по-моему, называлась, на территории самой Великобритании. Когда в 45-м году закончилась война, ну, заканчивалась война, закончилась, то что сделал Черчилль, премьер-министр? Он приказал министру финансов посчитать, сколько Великобритания потратила на содержание этих военных частей и выставить полякам в счет. То есть, поляки воевали, защищали, в прямом смысле слова, Великобританию своими жизнями. Летали на истребителях, на бомбардировщиках Великобритании, служили на польских эсминцах, которые охраняли Великобританию, и за это еще заплатили за Великобританию. Так надо понимать, что у нашей интересы и интересы западных союзников, ну, у каждого могут быть свои интересы, на каком-то этапе они совпадают, на каком-то нет. И есть еще такой очень важный нюанс. Войну выиграет только та страна, у которой интересы элиты и народа совпадают. И если нет, ну, значит нет. Ну да, по-другому, другими красками заиграли слова Линдзи Грэма о том, что недра давайте в залог, а мы дадим кредит. Такая аллюзия на слова Трампа. Это тот Линдзи Грэм, который как бы поддерживает Украину, ну, который вот таким образом себя ведет. Цинизм и абсолютное противоречие Конституции Украины. Ну, смотрите, я думаю, американцев, британцев, французов и даже поляков абсолютно не интересует Украинская Конституция. Над словом совсем. Ну, то есть вообще. У британцев, кстати, нету Конституции. Вот Великобритания живет без Конституции. И как-то живет вот много-много-много лет. Сотин лет. Их не интересуют, ну, наши проблемы, наши законы и так далее, и так далее. А Грэм, он, как и большинство республиканцев, он абсолютно честно и прямо говорит то, что есть. Ну, то есть без задней мысли. Ну, то есть, смотрите, демократы во внешнеэкономической политике президенты Бандене практически продолжают политику Трампа. Только более агрессивно и используя весь инструмент этого глубинного государства, они ее очень хорошо реализовывают. Так как у Трампа было сопротивление, а у Байдена, наоборот, это самое. И оно в абсолютном всем. Заставили покупать американский газ за веса русского, заставили увеличить расходы на НАТО и так далее, и так далее. И Грэм говорит абсолютную правду с точки зрения американцев. Мы, Америка, поставляем вам, украинцам, оружие в кредит. Вы за него должны будете заплатить. Извините, у вас нет денег, но давайте посмотрим, что у вас есть. Ну, это, знаете, как к должнику. У тебя ничего нету? Ну, как ничего? Две почки и так далее, и так далее, и так далее. Найдется. То и это очень важный сигнал украинским олигархам, которые пока еще пробуют между собой разборки, кто-то радуется, что правительство его, а злобного оппонента одного загнал в Вену, а он из Вены все равно там что-то делает, что-то зарабатывает, это самое, другого вот посадили. Ребята. Ну, и опять-таки думают, вот, американцы-дурочки, у нас же нету, у нас же все приватизировано, у нас же нету никаких свободных, природных, правильно, нету, у вас все национализируют, потому что вы все приватизировали незаконно, потому что вся приватизация была приватизацией, и народ будет хлопать вот так вот. И потом, единственное, что народу все равно ничего не достанется, ну, то есть, заместо украинских олигархов это пойдет правильным западным транснациональным корпорациям. И все. Ну, то есть, опять-таки, смотрите, если в Украине закончится война победой Украины, то будет очень большое и жесткое похмелье. Очень-очень. Я даже молчу про то, что вернутся ребята с фронта, и очень у многих спросят, а чем бы тут занимались, почему в ресторанах бухали и так далее, и так далее. И, к сожалению, спросят не у тех, кто разворовывал в министерствах военные бюджеты, а у простого обывателя, у соседа, до которого дотянутся руки. Но не это самая главная проблема. А главная проблема тем, что надо будет отдавать долги. И тогда будет даже не так, как в Брузии, где приватизировали школы и больницы. Приватизируют все. Дорогу, мосты. Захочешь поехать с одного берега на другой в Киеве, надо будет заплатить за это. Заплатить за пересечение. Пойти по мосту надо будет заплатить и так далее, и так далее. Еще очень много чего есть, что не приватизировано. Вы прям по-больному, Александр, по поводу мостов, прям по-больному. Когда 90%, ну, это нам заявили. Это прям топ-тема, да, вот это. Офис трансформации, Бахматюк, вот это вот, выдал. Насчет мостов, мы опять-таки не знаем. С одной стороны, вполне может быть вправдой. Ну, то есть, 30 лет, ну, после Кирпы, 20 лет. Я не знаю, чтобы их там сильно ремонтировали и что-то с ними делали. Ну, то есть, самый яркий пример – мост Патона. Ну, за место ремонта взяли, поставили знаки с двух сторон, ну, ограничили движение. И ездим дальше, пока не обвалятся. С другой стороны, ну, может, это такая военная хитрость. Маскалю, что вот ты поедешь на танки и провалишься, потому что у нас мосты не ремонтированы. Ну, тут же у нас украинец тут даже хитрый это самое. Мы специально подпилили бы все под эти сады, как те партизаны. Ну, не знаю. Ну, суть такая, что да, это все кредиты, за этот кредит надо будет отдавать. Только если демократы своей хитростью и своей рассказами про ценности и про прочее ввели в обман собственное население, которое не поддерживает, не понимая суть вот этих военных расходов, поэтому оно и не поддерживает. Потому что, ну, на самом деле в Америке не поддерживают помощь Украины, не только республиканцы не поддерживают, ну, 75% населения не поддерживают, потому что оно не понимает, куда идут эти деньги. Ну, республиканцы абсолютно честно. Так же самое, как когда-то Трамп, он был, выпустил книжку где-то, наверное, в 12-м, 13-м году и критиковал Буша за Ирак, что так-то и так-то. Что это такое? Мы в Ираке принесли демократию, а всю нефть, оказывается, добывают французы и русские. Ну, так неправильно. И теперь посмотрите, что есть в Сирии. Демократию они так и не принесли, но зато всю нефть добывают американские компании на подконтрольных курдам территориях. Так что все честно. Вот чем хороши республиканцы Трампа, они в основном все говорят право. И вот как они говорят, оно более… Единственное, что надо их правильно слушать, не выдумывать, а правильно слушать и понимать, что они говорят.